ну что ж здравствуйте мои маленькие любители творчества мастерской даем скала не удивляйтесь на это снова я и сегодня у нас небольшой опять видео обзор но не вот этой вот херни которая просто себя изжила очень быстро спасибо как говорится братьям нашим меньшим и и мы отбросим сторону я даже не поленюсь оставить ссылку на вот этих вот продавцов которые продали вот это вот и когда туда просто-напросто вывалился что могу вывалиться буквально при обычной работе который демонстрировал на видео мне посоветовали просто приклеить на клей в общем конечно в итоге была приобретена новая машинка вот уже такого формата и и мы сегодня будем тестировать я конечно же этим занимался скажу откровенно поэтому мое мнение какое в той в первой версии мне нравилось что а нравилась именно та ситуация то что мне еще не доводилось вообще видеть такие моторы там на неодимовых магнитах движочек был то есть он был прям туда встроен здесь я не знаю как и что сделано но он явно слабее вот этот аппарат явно слабее него три режима 1 2 меньше обороты третий совсем маленькие работы вот индикация и выключение зарядка я так и не понял что происходит зачем весь этот ряд лампочек то есть что к чему здесь вообще поэтому не особо заморачивался они вот горят раз два три штуки при зарядке то есть это полный заряд у него считается вот ну и в общем то не скажу что я доволен этим новым аппаратом плюсы свои конечно есть с одной стороны у него это понимаю как внутри какая-то схема потому что в случае в случае когда допустим тяжелая работа идет и он начинает встревать или даже застревать то есть терять обороты он не сгорает ничего он просто как будто бы пытается поддать эту силу или наоборот сбрасывает ее мне кажется там какая-то плата есть даже не знаю там встроенный аккумулятор опять же зарядка универсальная вот это вот тайп c здесь вот по фотографиям должна быть какая-то детальюшка хренюшка но я не знаю почему ее нету здесь вот поэтому не особо заморачивалась тоже он работает и он меня выручает скажем так то есть вот кто помнит с того ролика этот чехольчик который я когда-то от электронных сигарет использовал все эти компоненты посадка 2 и 3 у него то есть все вот эти вот насадки использовал прежние вот одна из моих любимых я и таки достал не знаю почему фокусировка плохо работает если что камера трясется не удивляйтесь на фокусировка не хочет работать ну да ладно будем тогда дистанцию соблюдать вот вот это вот такая насадочка алмазная она вольно таки универсальная и поэтому чтобы не терять зря времени хочется заморочиться что называется есть вот такое вот колечко досталось она от коллег ювелиров как видно здесь вот не ориентируясь камеру очень ладно в камеру не смотрю вот здесь вот пузырьки воздуха попадали когда в общем ювелир ее отливал но они и забраковали зачем-то даже начали вставлять камни с одной стороны но они в итоге забраковали что хочу сделать я я хочу сделать кольцо во первых я хочу снять эти шарики как раз вот этой вот прибором во вторых я тут нашел разбирал камни и на досуге нашел такую вот красоту лунник который когда-то когда-то сам откапывал далеких шесть лет назад он фактически полупрозрачный если его не сломает во время обработки то я смогу сделать классную вставочку сюда и может быть это будет первое мое колечко извиняюсь за грязные руки это я просто напрочь сегодня работал с гармоническими установками фильтрация все дела вот ну в общем давайте так попробуем мне очень тяжело фокусироваться здесь потому что блин смотреть конечно на себя на экран ладно попробую позицию занять какую бы то ни было поехали цель попробую зашлифовать эти шарики в данный момент я как будто бы срезаю под нагрузкой вот принципе видно не видно под нагрузкой когда у него индикация меняется то есть там что-то вот мигает мигает лампочки какие-то вот она четвертая не знаю что это значит мне кажется это там какая-то плата электронная вот она фактически он останавливается на сейчас заряд полный что характер надо чтобы всегда был полный заряд тогда в общем то можно работать вот как видно вот эти шарики я уже зашлифовал на грубую пока еще но и здесь очень и очень много чехолчик уберу чтобы не мешался не пачкался то есть вот тоже эти сошлифовал собственно говоря вот еще пузырик фокус есть тоже зашлифовал наружная сторона я думаю это кольцо но все равно я буду гальванить свойственно как говорится нашей мастерской вот здесь неудачное место пузырек прям внутри другой стороны пузырек так что у нас все осталось туда же еще вон пыль ищем гипсуха осталось ну вот конкретно камни я наверное сейчас вот есть мысль как то вот от них избавиться что ли мне эти посадки ни к чему можно конечно извратиться попробовать какой-нибудь узор заделать но это наверное ни к чему это я могу конечно работать напильником с одной стороны сейчас вот эти камни вышлифуем надеюсь это не бриллианты нет ни бриллианты какие-то фианиты они все поваливались ну и вот в общем то машинка себя оправдывают данном случае осталось немножко доработать напильником все пузырьки я снял вот так вот буквально за несколько минут вот тут еще вот маленький вот в общем то и все фактически ну вот что получилось вот такая вот заготовка осталось еще в данном случае в принципе даже если протестировать уж до того ладно я даже не поленюсь сейчас сменю насадку благо их есть у меня покажу сразу как это все собирается разбирается вот я собрал в общем то сюда еще и свой наборчик добавил помимо предыдущей вот машинки насадки были я еще на свое добавил которая вот именно по два и три посадку так 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 что будем использовать где-то здесь ага вот она вот такую попробуем тут идет ключ шестигранный как и на той в общем то машинке ослабили установили зафиксировали не на вот и пробуем а 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 Субтитры сделал DimaTorzok С одной стороны это еще кощунство выглядит Такая грубая шлифовка Но учитывая то что я ее буду гальванить Мне это не страшно Ну вот вроде бы вот как то так вот Сейчас возьмем ригель Я конечно не знаю У меня молоток с собой Да наверное молотка с собой нет Но тем не менее я вижу что оно кривое Довольно таки Да Сейчас посмотрим чем можно молоток заменить Лень просто в мастерскую тащиться Вот оно почти подровнялось Прошу прощения за колхоз Так вот так вот Ну в общем то За молотком если придется идти Можно конечно его на безымянном носить Хотя я хотел всегда на мизинце Но столько металла я думаю гальванического не нарастет Да Как бы мне не пришлось еще уменьшать Именно под себя Вот надо тут покумекать конечно Здесь вот можно подправить немножечко Оп Значит позу неправильно взял Да сложный выбор конечно Но безымян оно мне точно в данном случае маленькое На мизинец большое Да наверное я его все таки буду сейчас распиливать Прямо буквально на ваших глазах так сказать Потому что поскольку поскольку уже решил его гальванить То есть наращивать слой меди дополнительно Поэтому Наверное все таки придется да распилить Ну в общем то я ничего не теряю Поскольку это брак А вы зато посмотрите Как оно в распиловке Я одел ту же самую насадку И пробуем Наверное возьму вот здесь вот Наиболее тонкое место Как видите индикатор что-то показывает Под нагрузкой именно Здесь ему уже тяжеловато Но он все еще делает Вот осталось две палки заряда То есть как будто под нагрузкой что-то там происходит Ну блин Электронщики поправьте Может кто разбирал такую машинку Реально прав я не прав Потому что вот в предыдущей хреновине такого не было Уже готово Вот так вот раз и готово То есть мое мнение Здесь многое зависит от насадок Я еще хочу приобрести Специально такую сверлильную Что-то типа борика И попробовать поработать с ней непосредственно То есть мне кажется Она мне очень сильно в моей работе поможет По той простой причине что мне нужно сверлить мелкие отверстия В природных элементах и в медных заготовках соответственно Постоянно ходить к большому граверу Но это уже заколебался Честно говоря Именно нужна вот компактная машинка Вот чтобы она всегда была под рукой Вот это мне кажется идеальное решение Ну для ювелиров мне кажется тоже пойдет Для мастеров по камню по мягкому Работы допустим нужно выгравировать Ну не знаю там Хотите сделать Иньянь на нефрите То это вполне реально такой машинкой То есть у ней радиальная нагрузка в принципе приличная С осевой вот осевой вот сейчас я вот надавливаю Оп все она сразу встает А вот радиальная более или менее Гораздо лучше Сейчас что уже так заметно нагрелось Оно уже отпало А я еще сверлю Ну вот Уже я считаю что это такой добротный вариант В том плане что Батарея уже почти кончается Но она свое дело сделала Во всяком случае я считаю что это хороший результат Оп Кольцо мягонькое Да правильно я говорю что я буду гальванить однозначно Так смотрим Ну в общем то неплохо Ну а еще наверное надо спилить Сейчас проверим ради интереса Чтоб машинку лишний раз не мучить И как говорится время ваше не тратить Я сейчас попробую это все Обрезать ножницами Если обрежется Нет тяжко Нажницам тяжко Тогда продолжаем посмотрим Насколько еще хватит заряда В случае с декоративной гальванопластикой Мне не страшно допустим Средить больше металла Потому что я его всегда могу нарастить искусственно Мне даже не понадобится пайка Большинство гальванистов там что-то прогревают Паяют Напаивают Но у меня другие рецепты на этот счет есть И они не хуже Потому что не вижу смысла паять Точнее покрывать гальваническим металлом напаянное Смысла не вижу просто Поэтому вот Мне это Ну не страшно вот эта ситуация Кроме того все равно Если медь перерастает А часто такое бывает Особенно когда цель нанести декоративный рисунок Ну как какая-то рисунок называю Декоративное наращивание меди При определенной подаче тока То естественно В некоторых местах Особенно с пути скольфа Получается что нарастает на шинку Ого-го сколько металла Ее нужно ровнять То есть это опять же Либо шлифовка будет Либо будет просто-напросто рихтовка А то и ковка Вот Сейчас посмотрим Ну вот уже лучше Вот это я примерно и хочу получить Если все прокатит То оно будет слунником Найдено своими руками Это вообще красота Как по мне А может воткну и беломорит Кто его знает Потому что тут два варианта Я говорю Даже три У меня еще здесь солнечный камень Вот это солнечный камень Вот это вот Лунный он такой С серым оттенком Что ж ты не любишь Фокусироваться Ну ладно Думаю понятно Ну а это соответственно Лунный как беломорит Он числится Вот поэтому Наверное попробую его А наверное даже возьму Их два Вот запасом Наш Еще вот такой вот есть Красавец Ну да ладно Не суть Короче говоря Это я сейчас еще немножко Подкую Все-таки сбегаю За молотком Машинка Я считаю себя Отбила и оправдала Более чем Потому что Я вот с ней работаю Сейчас вот Некогда показывать Просто мелкие отверстия И так далее Она в общем справляется На ура Она меня в этом плане Полностью устраивает Вот Насадок было меньше Чем вот В этой вот Каке Поэтому вот эту вот Если все-таки решить Вот эту брать Сразу давайте скажу Плюсы Плюсы Мое мнение То что она Конечно же Моя Вот именно Мой плюс Грубо говоря Что она идет На мизинчиковом Аккумуляторной батарейке Вы можете поставить Вообще максимально мощную Я ставил Но мне подсунуть брак Не везет мне на такие вещи Вот Но даже покупная Батарейка Когда она целая Она Ух каким оборотистым Его делает Кнопка у меня была Изначально бракованная Кстати пришлось сажать Ее вот на клей Она даже еще заедает Слегка Ну и сам движок Я говорю У него просто Вылетело У него вылетел Сам вот этот нос С патроном Вот эта часть Латунная Вот эта Вот она как-то Там с таким длинным Сержнем То ли Ну наверное Получается Вклеена Я не знаю Хотя насколько я знаю Они на горячую Должны насаживаться На движки Я хочу Это вот Корпус использовать Для своих целей Возможно сделаю Другой какой-то Гравер Или фонарик Сделаю Может быть даже Почему нет Вот такой вот Контакт там был Движочек там был На неодимовых магнитах Я таких еще не встречал Маленьких И удаленьких Вот Но я говорю Когда эта фигня вылетела Я всего лишь Делал отверстие И она хрячь вылетает Мы сделали Запрос в магазин Что это скорее всего Брак Они не признают Что это брак Они просто сказали Приклейте на клей Когда спросили Как вы себе представляете Вещь Как говорится Которую Испытывают Такие нагрузки Приклеивать на клей Они игнорируют До сих пор Поэтому я дам ссылку На этого Лжепродавца Скажем так У них не покупайте Однозначно Потому что У других Кого-то найдете То есть Спрашиваете Как крепится Именно Сам патрон К двигателю На горячую ли Либо как-то Он там насажен Но если наклеют О господи Не дай бог С таким связаться Здесь я тоже Не знаю Как оно Что приклеено Не приклеено Но пока Слава богу Работает Вот Единственное Он толще Вот этот Вот прямо Классно сидел В руке У него Мягкий Корпус Такая Насадка Резиночка Мягонькая Силиконовая Он классно сидел В руке Он вообще легенький Вот этот Вот гораздо толще Гораздо толще Но они схитрили Здесь немножко Сделали тоньше Но она вот так вот Как бы Вот видно Да Корпус бегает То есть Это не очень нравится Я даже по привычке Беру ее здесь Хотя надо здесь Это чувствуется Именно для того Чтобы была больше Управляемость Вот это вот Прямо Жизненно необходимо Вот Это касательно Вот этих дел Насадки Как искал Патрон Здесь цанга 2 и 3 Разбирать я его Не хочу Как-то пока Опасаюсь Вот Пусть все Если работает То пусть уже работает Собственно говоря Вот Вот Что еще сказать Я еще куплю сюда Бары Еще сниму ролик Для вас Что и как Чтобы было понятно Но опять же Скажу самое главное Вот еще Ради чего Эта машинка Мне лично нужна Кто работает С украшениями Особенно Ну хендмейкеры Они знают Что Покупные швензы Да и даже Свои швензы Любой Откус проволоки И все Там острая грань Вот С этим гравером Удобно работать Вот этими вот насадками Она очень не приблизится Но вот Эта вот насадка Она прямо Для меня на весь золото Потому что Она скругляет Кончик швензы И убирает Острые края И она в этом плане Идеально просто Соответственно В моем случае Это находка Ну вот и все В общем то Что хотелось Показать Сказать Я надеюсь Удовлетворил Потому что Слух пустил Ребята Спрашивали Что как Кого Почем Где Вот она Самая Все Вот я Храню Также В корпусе В кейсе Все Удобно Все Классно Все Все Своё Как говорится Ношу С собой Вот Поэтому Если какие-то вопросы Будут Пишите в комментариях Ставьте лайки Задавайте вопросы Ну а Дальше Посмотрим Что будет Скучно Не будет И Недовольных Не останется Это я гарантирую Поэтому Вот в общем то и все Всем пока Пока Спасибо за просмотр Надеюсь Удовлетворил Всех Кто хотел Или хочет Такую машинку К себе Тоже Рекомендую Тоже Рекомендую Но я говорю Пока Только плюсы Минусы Вот то что Крупновато И непонятно Что у нее внутри Поэтому Вот в общем то Все На этом Мы закончим Всем пока 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 Удачи Всего доброго Субтитры 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 Субтитры